Доброе утро, Актина. Доброе утро, Акина. Ну что ж, с сезоном вас. Может, мы что-то не успели или всегда не поздно посадить? Ну вот, наши садоводы, огородники, все поехали в питомники, в совхоз там покупать саженцы, да? Саженцы сажают осенью и весной. И надо отличить, разница какая, когда лучше все-таки высаживать, осенью или весной. Вот, расскажите. Да, вот я смотрю, здесь груша, яблоня, это груша, это яблоня, а вот определила, а это это самая слива. Значит, первым долгом весной нужно обязательно всем садоводам высадить все эти саженцы, чтобы вот почки не распустились. Если почки распустятся, это уже можно сказать, что опоздали, потому что они должны распускаться уже в высаженном виде. Тогда они будут расти крепко и развивать. И здоровыми, да, и сразу дадут плоды. Да, весной, да, весной, еще надо весной, так как у нас быстрая земля сухая становится, нужно в течение месяца поливать. Если вы не можете в течение месяца поливать, то нужно обязательно пролить и замульчировать, чтобы влага всегда находилась в корневой системе. В течение месяца вы имеете в виду каждый день. Да, и я думаю, что замульчировать можно торфом, полить их нужно стимулятором роста и обязательно верхушечку подрезать, остановить как бы вот рост. И тогда корневая система быстро пойдет расти. А, не туда, а туда. Да, вот верхушечку раз и срезать. Вот это вот по плодово-ягодным культурам. Мы делаем выводы, что сажаем ранней весной. Ранней весной, до распускания почек. Перейдем, я не знаю, это хвойные или что. Это хвойные, да, это, конечно, туйка. Хвойные называются, туйя. Вот туи, божевельники, вы знаете, вот очень неправильно все садоводы сажают рано-рано весной. Вот хвойники надо запомнить всем, надо высаживать в конце весны, в конце лета и даже не поздней осени, чтобы корни успели прижиться. И тогда хвойные будут очень хорошо перезимовывать. Рано весной их не сажают, потому что земля холодная и хвойники могут пожелтеть. А если хвоя пожелтела, она не восстанавливается, она не становится снова зеленой. Бережем их от морозов, правильно? Ну, вы знаете, конечно, весной все можно. Вот я и люблю и весной все высаживать, потому что надо знать агротехнику. Так вот, смотрите, тут я вижу жимолость, да? И вот жимолость всем лучше высаживать осенью. Потому что весной, если рано, она цветет. И цветки подмерзают, и ягод не бывает. Если ранней весной дадут меньше плодов. Да, потому что подмерзнут цветки. И еще прожимолость. Когда только почки начинают раскрываться, я вот укрываю укрывным материалом. И вы знаете, ягод очень много, и она прекрасно цветет. Да еще если куматом калия для плодово-ягодных культур хорошо ее пролить, да опрыснуть ее стимулятором натуральным роста, ой, жимолость, вот такие ягоды будут. Ну, как вот такие крупные, да. Какая вы заботливая омородина. Смородину тоже вообще высаживается тоже осенью. Потому что все знают, как рано цветет смородина. Но опять же, выручит укрывной материал. А у кого вот сейчас смородина растет, уже ягоды получает, два года, три года она растет и дает урожай, то тоже накрыть укрывным материалом. Спасибо большое.